Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет немножечко внеочередной выпуск. Как вы знаете, если кто не знает еще, то эпидемиологическая ситуация в мире достаточно жесткая. Большинство границ закрыты и люди сидят на домашнем карантине без права выхода на улицу. Но то, что происходит в городах, это одно. И мне многие люди пишут, ох, сейчас бы на яхте и было бы классно не участвовать во всей этой жопе. Так вот, давайте я вам расскажу, как происходит сейчас это все на яхте на примере Карибского бассейна. Погнали! Когда был объявлен карантин COVID-19, большинство стран вначале не реагировали никак. Все аэропорты были открыты и люди свободно перемещались. Естественно, из Европы на Карибы начали завозить вирус. Также его завезли первый раз на большом круизном теплоходе и этот вирус попал в страну. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, Мартиник, потому что там самое большое транспортное снабжение. Но это на самом деле не настолько важно, кто был первый. Важно, насколько сильно эта ситуация стала распространяться по миру. Начали появляться кейсы заражения практически на всех островах Карибского бассейна. И когда ситуация стала критичной, и когда вирусы эти начали локализовать практически на всех островах, и количество больных начало расти, острова начали закрывать границы. То есть есть несколько типов закрытия границ. Это первый просто закрытие, close, границы закрыты, и вы не можете никаким образом попасть в страну, если вы не гражданин этой страны. Ну, как, собственно, сейчас это и происходит в Европе. Многие острова начали выгонять яхты наружу. То есть просто без возможности захода, не свои лодки, нафиг вышвырнули. Далее есть локдаун. Это отсутствие возможности выхода вообще на берег. Все сидят по своим домам. Самая страшная ситуация, когда, скажем, на некоторых островах есть такое понятие, как карантин. Вы приходите на лодки и попадаете на 14-дневный карантин. Но обычно локальные службы вам могут привозить воду, привозить продукты. То есть это каким-то образом регулируется. Но после того, как проходит 14-дневный карантин, некоторые страны просто отказываются давать разрешение на въезд. И приезжает катер и просто выволакивает наружу. Куда деваться таким людям, совершенно непонятно. Потому что все страны уже к концу марта объявили не просто о закрытии границ, а практически о полном локдауне. То есть не выехать, не выехать. Границы полностью закрыты. Любые службы, которые принимают людей, они сидят по домам. И вообще нету никакой возможности, кроме увидеть армию, или увидеть там Костгард, который патрулирует границу, который не пустит даже войти в порт. Катера стоят на входе в бухту и просто разворачивают всех, вне зависимости от ситуации, у кого что случилось. Мы стоим сейчас на Ямайке. У нас, когда мы зашли из Доминиканской республики, на Доминиканской республике было 62 случая заражения. Сейчас там уже порядка, не знаю, ближе к тысяче человек, наверное, введен комендантский час. И вообще комендантский час, кстати, введен на многих островах. И если взять карту, вот давайте я вам сейчас открою и покажу, что в каком состоянии на Карибах. Мартиник закрылась 23 марта. Санта-Люче 17 марта. Доминика с 22 марта. Тринидад-Тобако с 23 марта. Гренада, Сан-Винцент и Гренадины, Гваделупа, Монсеррат, Ангила, Антигва-Барбуда, Британские острова, Пуэрто-Рико, Доминиканская республика, Гаити, Ямайка, Куба, Каймановые острова, Северные Карибы, включая Багамы. Вся Центральная Америка позакрывалась, включая Панаму. В Панаме вообще комендантский час сейчас. Колумбия, Аргентина. Полный блок-аут. Касательно того, как это все происходило у нас, как мы переживаем карантин, это видео будет немножечко попозже. Я вам расскажу уже детально с момента захода с Доминиканской республики, о всех наших перепитиях, о том, как нам помогали посольства различных стран и как мы оказались все-таки разрешенными стать на карантине, хотя границы еще официально не были закрыты. Но это все будет в отдельном видео. А я хочу вам пожелать быть здоровыми и яхтсменам, которые оказались в это тяжелое время, в местах, где есть шанс, что вас могут развернуть. Просто сочувствую, держитесь, потому что это просто полная жопа. Здоровья вам, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok